Уже четверть века прошло с того дня, когда части федеральных войск были введены на территорию Чеченской Республики. Наши воины были призваны потушить пожар терроризма, который разгорелся тогда, угрожая мирной жизни всей страны. Далеко не все из солдат и офицеров вернулись домой. В парке 40 лет победы Славянска-на-Кубани в День памяти погибших в вооруженном конфликте в Чечне состоялся торжественный митинг, посвященный этой дате. 25 лет назад, когда первые эшелоны российских войск вошли в Чеченскую Республику для восстановления конституционного порядка на ее территории, никто и не думал, что боевые действия затянутся и приведут к многочисленным погибшим. Славянцы также были в рядах защитников мирного населения. 17 из них погибли. Низкий поклон людям, стоявшим на страже государственных интересов и неделимости России. Для многих славянских семей чеченская компания обернулась потерей самых близких, самых родных и самых любимых людей – сыновей, мужей, отцов и братьев. Из славянского района в Чечню были призваны более тысячи ребят. 17 из них погибли в боях. Воздать погибшим достойную славу, сохранить их имена в наших сердцах – это наша святая обязанность. Ветераны боевых действий в Чечне до сих пор не могут забыть подвиг солдат и офицеров. И сегодня в строю вместе с вами стоят ребята, те, которые принимали участие в военных действиях на Северном Кавказе. Они помнят, как это начиналось, они знают, как это трагично. Многие из них нарождены орденами и медалями. Один наш земляк, Сергей Таранец, стал героем России. Память погибших в Чеченской республике все собравшиеся почтили минутой молчания. Как мы чтим героев Великой Отечественной войны, так и ребят, павших в Чеченской войнах, нельзя забывать. Мероприятия, подобные сегодняшнему, нужны, чтобы все живущие знали, какой страшной является война. И старались всеми силами не допускать подобного. Царство Невесное, вечный покой всем тем воинам, которые положили за веру Отечества на поле брани, свои души. Затем наступил самый торжественный момент – возложение венков и живых цветов к подножию памятников. Ветераны боевых действий, учащиеся студенты, казаки, представители местных властей и общественности почтили память героев. Мир и благополучие были завоеваны огромной ценой, и мы не вправе это забывать. Это младшие наши боевые товарищи, они погибли, защищая конституционный строй нашей Родины, нашей России. Если бы не они, конечно, международный терроризм захватил бы и Кавказа мы лишились, как мы в Афганистане защищали наши южные границы, они здесь защищали Кавказ. Воин-интернационалист подчеркнул, что и дальше мы будем жить и помнить всех, кто погиб в Чечне, и вместе с теми, кто вернулся, будем воспитывать молодежь на примерах мужества и силы духа. В этот день мы должны помнить о подвигах наших солдат, которые защищали нашу Родину. Доблесть и геройство наших воинов, которые выполнили свой долг, живы в наших сердцах. 25 лет прошло с тех памятных событий, но время невластно над человеческой памятью. Андрей Вишневский, Константин Монастыренко, программа «События».